Всем привет, с вами Вингельм, и сегодня я вам покажу целую кучу игр эпохи PlayStation 4, которые в своё время работали из вон рук как плохо, но впоследствии были исправлены на PS5 и обрели новую жизнь благодаря обратной совместимости. Ну и начнём, пожалуй, с Days Gone, как с одного из самых ярких примеров. На 4-й PlayStation эта игра просто кошмар в плане производительности, и у неё плохо чуть ли не всё. Текстуры не успевают прогружаться при приближении игрока, разрешение постоянно падает и превращает всё в мыло, а дропы фпс до 25 кадров тут вообще являются чем-то обыденным. В то время как на PS5 здесь стабильнейшие 60 фпс, быстрой прогрузки текстур и динамичное 4К разрешение, которое ни в одной тяжкой сцене не падает ниже 2К. Стоит ли говорить, что Days Gone на PS4 и Days Gone на PS5 это буквально два разных проекта. На PlayStation 4 вы будете страдать от низкой производительности и вечного мыла, а на PS5 наслаждаться не только сюжетами перцами, но и офигенно плавным и интересным геймплеем. Ещё из игр, которые в своё время были сильно испоганены слабым железом, стоит отметить Killzone Shadow Fall. Стартовый эксклюзив 4-й PlayStation, который буквально убил всю серию Killzone. И по большей части убил он её из-за своей фиговой производительности, так как игра работала в нестабильных 30 фпс, и вообще была довольно неприятным и дёрганным проектом. Что уж тут говорить, если даже такой неприхотливый геймер как я не смог осилить этот 10-часовой эксклюзив, ибо у меня просто болели глаза от этих резких и дёрганных сцен. А вот на 5-й PlayStation этих проблем больше нет, и теперь игра держит планку в стабильные 60 фпс, отчего в неё действительно приятно играть, и она превращается в неплохой шутирочек на вечерочек-другой. В отличие от Killzone, Sekiro Shadow Die Twice была не так уж и ужасна на PlayStation 4. Однако лог на 30 фпс всё же знатно портит удовольствие от геймплея, и делает эту игру максимально сложной и некомфортной, так как она вся завязана на парировании и таймингах, а для них катастрофически важна плавность анимации и стабильный фреймрейт, что собственно говоря теперь есть на 5-й PlayStation. А ещё, в добавку к стабильным 60 фпс, игра получила повышенное разрешение до 1800 пи и ускоренное время загрузок. Продолжая тему игр от Miyazaki, глупо было бы не вспомнить и третий Dark Souls, который на PlayStation 4 работал не то чтобы прям хорошо, а дропы до 25 фпс в ожесточённых замесах знатно портили удовольствие от этой великолепной игрушки. Благо, на неё как и на Sekiro выкатили патч для 5-й PlayStation, и теперь этот Souls-like можно пройти в плавных и максимально стабильных 60 фпс. Разрешение тут конечно так и осталось на уровне 4-й PlayStation, но зато теперь не приходится по полминуты ждать возрождения после очередного трая. Если вы задавались вопросом, где можно удобно и дёшево приобретать игры для PlayStation, то магазинчик SmartPlay это именно то, что вам нужно. Ведь тут вы сможете приобрести все актуальные игровые релизы, а также сделать предзаказ на грядущие хиты. Также помимо игр, в этом магазинчике можно приобрести и другие цифровые товары для плойки, вроде обновлённой подписки PlayStation Plus, которая вмещает в себя сотни топовых игр и отлично подходит для новичков, что только сели за плойку. Что же касается работы самого сервиса, то всё делается очень просто и быстро, а все покупки совершаются на ваш личный аккаунт. Но об этом вы можете почитать и сами, ведь всё самое важное и так хорошо описано в закреплённом посте. А ещё вы можете почитать более тысячи положительных отзывов и самостоятельно убедиться в добросовестности этого продавца. Until Dawn на четвёртой PlayStation это, наверное, самая дёрганная игра этой эпохи, так как в ней по дефолту разблочили счётчик FPS, и на протяжении всей кампании он скачет от 20 до 40 кадров в секунду, что просто дурдом и является настоящим испытанием для любого, кто привык к стабильной картинке. В своё время я буквально вымучил эту игру и прошёл её только потому, что она очень короткая и в ней нет никакого геймплея. Впрочем, на PS5 уже не надо мучиться, так как там игра работает максимально стабильно и предлагает игроку плавную и приятную картинку без каких-либо дропов. Wolfenstein 2 The New Colossus тоже одна из тех игр, что пострадала от низких мощностей четвёртой PlayStation. При этом игра всеми своими силами пыталась выжать 60 FPS из этой консоли, но получалось у неё, конечно, неважно, и большую часть времени фреймрейт скакал от 40 до 50, что, ну, будем честны, неприемлемо для динамического шутера от первого лица, где постоянно нужно кого-то выцеливать и резко крутить камерой. Слава богу, на PlayStation 5 таких проблем больше нет, и теперь мало того, что игра всегда держит 60 FPS, так у неё ещё и появилось повышенное разрешение вплоть до 1400p. Примерно подобная ситуация произошла и с экшеном Medieval, который очень хотели сделать в 60 FPS, но вот консоль их вообще не смогла потянуть. Да даже PS4 Pro с её великими мощностями не смогла дать стабильный фреймрейт в этом мультяшном экшончике, и FPS постоянно скакал между 30 и 60. И вот только на PS5 игра работает так, как она задумана изначально. Стабильно, приятно и без каких-либо проседаний по FPS. Ещё довольно интересно получилось с ремастерами Кукурузиса. Все три игры на PS4 работают просто отвратно, и мало того, что они залочены на 30 FPS, они умудряются ещё и тормозить и лагать даже с таким пониженным фреймрейтом. А вот на пятёрке они уже играются как полноценные шутаны, и имеют стабильные 60 FPS в связке с максимально чётким 2К разрешением. Shadow of Tomb Raider это ещё одна игра, которую PS4 не смогла проживать. И на базовой консоли она игралась с постоянными дропами до 25 FPS, а также безумно мыльной картинкой. Картинкой, которая буквально расплывалась на глазах и превращала всё происходящее на экране в какое-то непонятное месиво. И вот только на PS5 этой игрой наконец-то можно насладиться в полной мере, так как на ней она работает со стабильными 60 кадрами и приятным разрешением, которое не падает ниже 2К. А вот The Evil Within 2 в принципе довольно адекватно работал на PS4, и даже с локом на 30 FPS игрой можно было наслаждаться без особых проблем. Но блин, на PS5 это совершенно другая игра, где есть 60 FPS и где ты можешь резко реагировать на любые угрозы, отчего возрастает динамика и кардинально меняется стиль прохождения. Примерно то же самое происходит и в Horizon Zero Dawn. Оригинальная игра тоже вполне себе сносная и проходимая на 4-й PlayStation, но с патчем на 60 FPS и повышенным разрешением она моментально улучшается в несколько раз. Картинка теперь не бьётся во время ожесточённых замесов, а благодаря плавности и стабильному FPS ты начинаешь действовать более агрессивно и лучше контролишь элой. С God of War 2018 года абсолютно идентичная ситуация. Игра хорошо работает на 4-й PlayStation, но на 5-й она работает лучше благодаря увеличенным FPS. Да и в принципе 60 FPS этой игре были просто необходимы, так как благодаря им теперь это не вялый сюжетный экшончик, а вполне себе динамичное и сочное месиво с перерывами на трагичный фильмец. Ещё из старых экзов PlayStation, которые были подтянуты обраткой, можно вспомнить Infamous. Оригинальная игра работала в 1000 пи и локом на 30 фпс, что в принципе тогда смотрелось вполне себе сносно. Но 60 фпс и высокое разрешение на 5-й PlayStation превращают эту игрушку в нечто потрясное. Эффекты частиц теперь максимально чёткие и не расплываются. Герой более охотно реагирует на команды игрока, а картинка не бьётся из-за того, что на экране больше 10 персонажей. Возвращаясь к более запущенным случаям, стоит вспомнить Monster Hunter World. Оригинальная игра это беспросветное мыло с нестабильными 30 фпс, и когда я в неё залипал днями и ночами, она меня просто душила своей фиговой оптимизацией. Но вот сейчас, благодаря обратке с 5-й PlayStation, игра заиграла новыми красками, и мало того, что она теперь выглядит чётче, чем когда-либо, у неё ещё есть стабильные 60 фпс. А вот с Final Fantasy 15 ситуация немножко другая. Она довольно сносно игралась на PS4, но у неё была одна серьёзная и абсолютно дикая проблема, которая заключалась в адских загрузках, что могли длиться от 40 секунд до пары минут. И вот на PS5 этого добра больше не существует, отчего наслаждаться игрой можно без продолжительных пауз во время фаст-тревела. Плюс на PS5 завезли стабильные 60 фпс, и игра стала более приятной и плавной. Ещё довольно печальная игра с PlayStation 4, это Need for Speed Hot Purset Remastered. На PS4 эта гонка работает в 1000 пи и 30 фпс, при этом иногда умудряется выдавать дропы и даже мылить картинку. А вот на PS5 тут мега стабильные 60 фпс и чёткое 4К разрешение, благодаря которому, наконец-то, можно рассмотреть всю красоту местных погонь. The Last Guardian для PlayStation 4, это, наверное, самый убогий эксклюзив за весь жизненный срок этой консоли, который даже спустя несколько патчей и исправлений, всё равно работает с максимально нестабильным фреймрейтом и дропами до 10 фпс, из-за которых, собственно говоря, пройти эту игру на PS4 сможет только самый неприхотливый и терпеливый игрок. А вот на PS5 такого трэша уже попросту нет, и тут игра работает в стабильных 60 фпс с разрешением вплоть до 4К. Правда, есть одна небольшая проблемка. Увидеть такое высокое разрешение и фпс можно только на дисковой версии без патча первого дня. Кстати говоря, подобная херобора произошла и с Assassin's Creed Unity. На базовой дисковой версии игры у неё есть возможность апгрейда до 60 фпс, в то время как актуальная версия в сторе работает в 900 пи и 30 фпс. Поэтому, если вы вдруг когда-нибудь захотите поиграть в Unity или Last Guardian на PS5, рекомендую откопать диски с этими играми, ибо играть в те версии, что находятся в официальном магазине PlayStation, не то чтобы очень приятно.